Очень приятно. Друзья, меня зовут Лидия Лазовая. Вместе с Богданом Скубко, который прячется за Абатаркой ЭТОС, я координирую платформу образовательную ЭТОС. И мы рады вас приветствовать в начале третьего триместра нашего учебного года, посвященного пути к Пятидесятнице. Наш первый триместр был посвящен пути к Рождеству, Второй Пасхе и Третьей Пятидесятнице. И особенность этого триместра в том, что он целиком посвящен одному курсу. Курсу нашего друга из Минска Андрея Стротцева под названием «Парижская школа богословия. Как история дружбы и ученичества». Много говорить не буду, о курсе прекрасно скажет Андрей. Это его вводная лекция, открытая для всех. То есть ссылку получали не только те, кто регистрировались. Я скажу только в самом начале, что с Андреем мы знакомы уже больше десяти лет, как и со всей его семьей, непосредственной семьей, а также, что называется по-английски, не знаю, как по-французски «extended family». Широким кругом его близких и друзей, благодаря Киевским летним богословским институтам, из которых, собственно, и возникла платформа «ЭТОС», как расширение деятельности этих институтов на протяжении целого года в онлайн-формате. В летних институтах Андрей присутствовал и как студент, и частично как докладчик, и теперь мы очень рады тому, что он ведет целый курс, состоящий из вот этой годной лекции, плюс еще шесть встреч. Технический момент такой. Лекция наша будет длиться около часа, и затем еще будет около получаса на вопросы. Андрей будет говорить, вы можете ваши вопросы, возникающие, отправлять сразу в чат, либо задавать их потом. Вас призываем задавать эти вопросы, для того, чтобы решить, для тех, кто не зарегистрирован, хотели бы вы продолжить быть участником этого курса далее. Лучше познакомиться с лекторами, со всеми. Рады видеть людей из разных стран, друзей я вижу, многих знаю, некоторых не знаю. И я рада предоставить, даю слово Андрею Строцову. Спасибо, Лида. Спасибо за это представление, и в принципе, спасибо за приглашение сюда. Это идея Лиды и Богдана пригласить меня прочитать такой курс на ЭТОСе. Для меня это очень радостно, потому что действительно это не только вот какой-то здесь сейчас проект, это продолжение какой-то большой истории. Вот здесь Константин Борисович и Юрий Вестель, одни из организаторов летнего института Богословского, в котором я, ну, можно сказать, с детства, там, со школы, сколько себя помню, с 9-го года. До этого я себя тоже чуть-чуть помню, но уже меньше. Вот. И то, о чем я буду говорить, это тоже очень все связано напрямую, связана, напрямую связанная история, потому что мы будем говорить о некоторой, как бы, духовной, интеллектуальной, церковной, художественной большой традиции. Традиции, которая вот условно иногда называется «Парижская школа». Но тут сразу много вопросов и много, как бы, парадоксов, потому что, хотя она парижская, начинается эта история задолго до Парижа и не в Париже. Вот, кстати, к нам именно из Парижа только что подсоединился Кирилл Сологуб, моего приветствую. И заканчивается она, и, точнее, не заканчивается, продолжается она тоже не только в Париже. Это что-то такое достаточно широкое. Иногда это связывается с русской эмиграцией. Тоже, что такое русская эмиграция, что такое русский, что такое эмиграция, потому что многие очень деятели этой традиции никакие ниоткуда не эмигранты, многие никакие не русские. Вот, то есть здесь сразу много вопросов, но я буквально пару слов скажу о том, откуда у меня возник такой интерес. Я, на самом деле, потом предлагаю тем, кто здесь вот в Zoom есть, буквально вот просто имя и город сказать, откуда вы, просто чтобы познакомиться, а уже потом у нас будет время побольше пообщаться, получше друг друга узнать. То есть я вот в летнем институте, когда еще учился в школе, заинтересовался антропологией. Благодаря Александру Филоненко, благодаря тому, что от него узнал о таком Рене Джерари, о таком французском антропологии, мне стала интересна эта тема. И я потом учился в Литве, потом пытался именно антропологией заниматься, и в конечном итоге я поступил во Францию, на такую школу социальных наук учиться именно антропологией. Вот, и на самом деле у меня была главная идея просто вот это наука, это направление, но когда я туда поступил, так совпало, что перед этим, за год до этого, мой отец снял документальный фильм, который называется «Благодарность». Это был фильм о тех, как бы, центрах, группах, которые в советское время занимались тем, что помогали крестьянам в Советском Союзе, преследуемым. И изначально идея была сделать прямо сразу о разных людях, но в итоге все как бы ограничивалось двумя главными такими вот группами. Это, с одной стороны, РСХД, вот то, о чем я сейчас буду говорить, русско-студенческо-христианское движение, это потомки русских эмигрантов во Франции, православные. А с другой стороны, такая Руссия-крестианок, христианская Россия, итальянский католический центр. И вот здесь с нами Катя де Ляста, дочь его, одних из самых активных участников, прямо из дома псориата, как мы узнали по портретам, по картине на столовой. То есть я немного помогал с этим фильмом, там расшифровывал субтитры, и мне стала очень интересна эта тема. То есть у меня как-то сложилась определенная картина, и мне она стала все более интересной. И когда я оказалась так, что во Франции стал этим заниматься, стал учиться антропологии, я понял, что значит, если я здесь во Франции, надо писать прямо сразу вот про это самое РСХД. Но тут тоже возник один такой парадокс, потому что когда речь идет об антропологии, то это не история. Антропология – это то, что изучает живых людей. Например, мы едем в какое-нибудь племя и наблюдаем за тем, как они проводят свои ритуалы. Ну, в наше время это не обязательно касается каких-то там так называемых примитивных народов. Оказалось, что мы все довольно примитивные и при этом одновременно невероятно сложные всегда и везде. И поэтому можно изучать всех и всегда, и за всеми наблюдать, даже за очень близкими тебе людьми, и всегда найдется что-то интересное. Но я обнаружил сразу тоже парадокс. Оказалось, что РСХД – это не настоящее, это прошлое, как мне сказали некоторые люди. Все стали говорить о том, что «ну, это же было, а сейчас этого больше нет». А я с удивлением слышу это и думаю, а кто же тогда все эти десятки людей, которых я видел своими глазами уже. Вот, и это тоже интересный такой конфликт, когда сводят вот эту вот парижскую школу, эту традицию, о которой мы будем говорить, иногда ее сводят к ее какому-то золотому веку, так называемому. То есть к какому-то ее периоду в прошлом. Обычно это вот межвоенные годы, 20-30-е годы. Ну, я выяснил, что это не так, что она жива вполне себе, и даже не только жива, а развивается и продолжается. И я хотел бы вот этим курсом дополнительно показать, что она, мне кажется, не просто где-то там, а очень актуальна для нас всех в церкви, в каком-то интеллектуальном мире, общественном. Это история и это традиция. Вот, но я по самой теме скажу сейчас чуть побольше, уже после нашего знакомства. Что касается меня, я написал магистрскую работу, где я сделал всякие свои выводы на основе вот этих наблюдений за РСХД. Вот, ну, и осенью я ее защитил, вот с тех пор я уже дома в Минске. В этой антропологической работе были, конечно, исторические части. И так получилось, что, например, вот моя статья об РСХД, историческая, она напечатана вот в такой вот золоченой православной энциклопедии, 60-й том. Это официальное издание Русской православной церкви. Официальная ее энциклопедия, и вот эта вот буква Р, где все, что со словом русский, русско-студенческо-христианское движение тоже там. Сама статья Русская православная церковь тоже там. Вот, я даже буду иногда подглядывать в свою собственную статью, чтобы какие-то детали уточнить. А сейчас я бы предложил вот буквально просто вот имя там, где не видно, и вот из какого вы города, и может быть просто одним или двумя словами, не больше сказать, вот чем вы занимаетесь. Не рассказывать, чем вы занимаетесь, мы это при желании успеем. А вот просто я там студент или не студент. Вот, я Андрей Стротцев, я в Минске, и вот я сейчас больше не студент. Я сейчас читаю вам этот курс. Это, наверное, надо подключать микрофон. Давайте уложимся в пару минут с этим знакомством. Ладно. Я Катерина Дель Ласта, в сериате Бергаму. Переводчик. Привет всем. Грация. Так. Илья нам пишет, что он архитектор из Москвы и Испании одновременно. Я Елена из Люцерна, музыкант. Спасибо. Христос воскресе! Кирилл Сологуб из Парижа. Очень рад быть с вами. Я занимаюсь физикой и являюсь до сих пор председателем РСХД. Да, и с Кириллом у нас через неделю будет отдельно разговор. Светлана из Запорожья и преподавательница, учительница. Можно включать микрофон и коротко говорить, чтобы было... Всем привет! Я Наталья из Харькова. Привет, Маша. Всем добрый день! Меня зовут Евгений. Я музыкант, профессионал и работаю по специальности. А вы в Киеве, да? Вот Виталий Тихомиров, священник из Чернигова с нами тоже. Привет! Меня зовут Маша. Я из Лептига. Я физик. Сейчас пишу диссертацию, но по математике. Привет! Я Богдан. Я координирую ЭТОС и я дизайнер из Киева. Вот Тина из Киева. Нам тоже пишет, что ей неудобно подключить видео, но что она из Киева, аспирантка, пишет диссертацию по теории иконы. Про икону мы тоже сегодня пару слов скажем. Привет! Я Катя из Киева, ученица медиаглагола и работаю тестировщиком. Спасибо. Наталья Павусенко, художник из Киева. Тоже с нами. Я тоже из Киева. Константин Сигов познакомился с РСХД в Париже в 91-м году. И тогда же Никита Алексеевич Трува пригласил меня войти в редколлегию журнала «Вестник РХД», где до сих пор продолжаю трудиться и дружить с такими замечательными птицами, как Кирилл Сологуб. Привет! Юрий Бестель из Киева, духи-лицерант. Всем привет! Здравствуйте, Ирина Анатольевич. Кто не из Киева? Ну, я не из Киева. Юстина, студентка Свято-Сердьевского института, заканчиваю министратуру, защита в понедельник, Франция, РЭН. Очень привет! Вот, я Юсю пригласил с надеждой, что когда она, если ей будет время, то она все дослушает и потом скажет, что она про все это думает. А сколько времени у нас будет примерно? По-моему, полтора часа. Просто мне, по идее, где-то через час нужно на урок бежать. А, ну, ладно, тогда будем смотреть по ситуации, я сейчас расскажу об этом. Хорошо. Вот. Ну, тогда, может, кто-то, если еще не успел, тогда будем постепенно начинать, да? Наверное, я скажу, я еще не успела, не могу включить видео сейчас. Наташа, на данный момент в Канаде, пишу диссертацию тоже по антропологии. Андрей мне рассказывал о своей работе, мне очень интересно знать больше, подробнее. Параллельно преподаю тоже в университете, ну а если глобально, то из Киева. Ну что, спасибо. Тогда начнем, да? Да, вот мы из Москвы, я Иван. Да, ну я, собственно, сейчас езжу конкретные профессиональные занятия, я, так сказать, всем вот этим интересуюсь, и христианским движением, и вот со мной моя мама, Татьяна. Да, Ваня тоже очень рада. Вот, я, знаете, я поделюсь, я поделюсь картинками, просто у меня не то, что презентация, просто будет такое слайд-шоу. Вот, я его включу сейчас, надеюсь, всем будет его удобно видно. Так, все теперь видят, да? Хорошо. Вот, ну это вот фотография этого самого РСХД. На ней видно сразу несколько известных лиц. То есть здесь у нас отец Сергий Булгаков, здесь у нас святая мать Мария Скобцова, здесь у нас святой Иван Ваговский, здесь Василий Зиньковский, много еще известных и неизвестных людей, Лев Зандр. Вот, но вот многие христиане современные, православные христиане знают вообще, кто это такие, кто все эти люди, мать Мария, отец Сергий Булгаков. Вот, но то, что это не отдельные какие-то личности, а что это какая-то целая, что ли, традиция, это иногда ускользает. Вот, один момент, если я вот сейчас буду рассказывать, видно все подряд, что это значит. Уже хорошо видно, а до этого вот сейчас видно всю твою раскладку, а сейчас хорошо видно картину. Хорошо. Да, еще такой момент. Смотрите, я буду сейчас говорить вот эту, ну, как бы лекционную часть, но если у вас у кого-то есть вопрос, вот не такой, который можно потом попозже задать, а вот который прямо сейчас, вот вам что-то непонятно, пишите просто в чат, пожалуйста, я тогда это увижу и тогда отвечу. Вот, но я постараюсь не слишком затягивать. Что мне хотелось бы сделать в этом курсе? То есть мне очередной раз рассказать историю определенную, хотя вот прямо сейчас я буду именно рассказывать как бы историческую какую-то часть. Но вот поскольку я как антрополог к этому подошел, мне интересно показать, что то, о чем мы будем говорить, это как бы связь людей между собой. А люди – это существа очень сложные, устроенные, иногда конфликтные, иногда удивительные. Вот, и что это история человеческая, которая так началась, так продолжается, и так именно как человеческая не закончилась, никуда не делась. Вот, и потом вот на протяжении всего курса мы как бы с отдельными какими-то гостями поразговариваем и почитаем конкретные тексты, вот через которые тоже увидим конкретных представителей этой всей традиции. Вот, ну и я уже вижу, что большинство из тех, кто здесь с нами присутствует, кого-то из этих людей, безусловно, знают, что-то больше, что-то меньше, а для кого-то, может быть, все это будет новым. Поэтому я сейчас буду говорить вещи, которые, с одной стороны, могут быть для кого-то полностью новыми, для кого-то, как факты, почти ничего не будет новым. Но я хочу показать вот свое видение того, как это складывается в единую линию. То есть есть то, что называется парижская школа. И вот еще раз, она не такая уж и парижская, хотя она во многом связана с Парижем. Она связана как-то с русской эмиграцией, но это не только эмигранты, не только русские, не только Россия. Это вот. И то, что ее объединяет, то, что ее как бы держит как какой-то стержень, это вот конкретная организация, явление, община, которая называется РСХД. Русское студенческое христианское движение. И вот сейчас как бы о нем мы и поговорим, но тоже понятно, что дело не только в самом РСХД как таковом, а в том, что оно стало чем-то запустившим очень многие процессы, в принципе, в православной церкви и в христианстве 20 века, и которые актуальны до сих пор. Вот. Теперь нужно сказать несколько слов о предыстории. То есть мы говорим о русской традиции в христианстве, в православии. Русской не в смысле только национальном, а именно как русской церковной традиции. К началу 20 века эта традиция, она целиком и полностью связана с тем, что называется синодальное православие, синодальное христианство. Вот у нас видно картинку следующую, когда листаю, да? Хорошо. Вот у нас такой Петр Первый с митрополитом или с патриархом. Синодальный период – это то, что началось в начале 18 века и закончилось в 20-м. Это 200 лет государственной официальной православной церкви в Российской империи. В эту синодальную традицию как бы вошла и московская, и киевская, и так или иначе другие ветви вот этого христианства, развившегося в Древней Руси. То есть это и украинское, и русское христианство. Но это государственная церковь по такой вот немецко-скандинавской модели, в которой главой церкви официально является император, царь, управляет ею синод, но над синодом стоит даже не церковный какой-то деятель, не церковный иерарх, а тоже такой государственный чиновник, которого называют оберпрокурор. Вот. Это период очень неоднозначный. То есть, с одной стороны, это такая вот официальная идеологизированная государственная церковь. С другой стороны, это же и период, когда она как бы не своей даже до конца волей, но вынуждена входить в контакт, во взаимодействие с современностью, с внешним миром, с новой современной культурой. И вот есть такой известный эпизод, это поэтический диалог с Филарета Московского, святого канонизированного и Пушкина, которые стихами делились своими взглядами на мир. Святитель Филарет, он перевел, занимался переводом Библии на современный русский язык. То есть, это такая вот как бы позитивная сторона этого синодального периода, когда развивалось образование духовное, в том числе, такое вот академическое богословие. Но это же и период, особенно ближе к концу, вот такой государственной цензуры на церкови, и его символом стал вот этот вот персонаж, которого мы видим. Это Константин Победоносцев. Это один из последних обер-прокуроров, вот этих вот обер-прокуроров священного синода, чиновников, которые контролировали не только церковь, а вообще все. То есть, это был такой цензор всей культуры в Российской империи того времени на протяжении почти 25 лет. И вот про него Блок написал, что в своей поэме следующее. «В те годы дальние глухие, в сердцах царили сон и мгла, Победоносцев над Россией просер савинные крыла». То есть, церковью и культурой в целом руководят вот такие жесткие, очень консервативные чиновники. И это тот фон, бэкграунд, из которого происходит все остальное. Все остальное, о чем мы будем говорить. То есть, есть вот эта официальная религиозная культура, в которой, с одной стороны, есть какой-то новый язык академический, художественный, который принес современный мир. Но при этом она совершенно несвободна. И из этой несвободы люди ищут самые разные выходы. То есть, огромное количество детей и священников, то есть, вот эти вот сословные такие поповичи, они в XIX веке массово совершенно уходят из своего сословия, перестают быть священниками или отказываются этим заниматься и становятся кем угодно – учеными или, например, революционерами. И вот напоминаем, что в России, в начале XX века, в Российской империи была не одна революция, а три. И все, о чем мы сейчас будем говорить, началось после первой, после революции 1905 года. Она заставила власти пойти на большие уступки, культурные и религиозные тоже. И у того, что стало потом РСХД в эмиграции, есть три главных источника в этой дореволюционной, или даже, вернее, межреволюционный период, который мы сейчас рассмотрим. Первый такой источник – это деятельность западных миссионеров. Второй – это религиозное философское возрождение. А третий – это предсоборный процесс в церкви. Сейчас объясню, что это такое. По поводу первого. Еще с конца 19 века в Российскую империю стали приезжать и стали в ней действовать протестантские миссионеры. Джон Мотт, например, такой, которые среди студентов в больших студенческих городах организовывали кружки по изучению Библии. Они не занимались практически, не занимались празелитизмом, то есть, например, обращением в протестантизм. Они скорее хотели, чтобы все читали Библию, по-настоящему ее узнавали. И в большинстве случаев членами этих библейских кружков были, конечно, православные, просто потому что их было большинство. И одной из таких организаций международных была вот эта YMCA, «ИМКА», как ее называли потом на русский манер, Young Men's Christian Association. Ну, некоторые из вас наверняка знают вот этих веселых ребят из одного клипа, но это не совсем оно, но это связано, потому что в Америке это довольно узнаваемая тоже вещь. Везде висят эти вывески с YMCA, и такая вот есть песня про них, которую нельзя забыть однажды услышав, но вот это связано все. Вот, но это такая пародийная вещь. А это Джон Мотт, который… Да, это известная песня, пишут в печати, совершенно верно. Вот, это Джон Мотт, который был этим самым лидером такой всемирной студенческой христианской федерации. Вот он приезжал в Российскую империю, основывал эти кружки. И этих кружков стало довольно много, и они, собственно говоря, когда они собрались в какой-то момент на одну конференцию, они и организовали то, что называется РСХД. То есть вот это русское студенческое христианское движение. На том этапе это было именно объединение вот этих вот библейских кружков такого протестантского типа, где люди изучают Библию, то, что называется интерконфессиональном ключе. Это значит, что они там просто читали Священное Писание, но не обсуждали какие-то богословские отличия православных, протестантов и так далее. И президентом, председателем вот этого РСХД стал такой Владимир Марцинковский, который вы видите на фотографии. Это такой вот тоже миссионер вот этого вот первого такого вот библейского поколения. А РСХД просто потому, что такого рода название было у всех как бы региональных подразделений, то есть английское студенческое христианское движение и так далее. Это что касается первого вот этого источника. Второй – это, в принципе, вот этот Серебряный век. Это вот это, я просто проиллюстрировал, картиной Шагала. То есть это культурная такая, интеллектуальная, очень бурная эпоха. Ар-нуво, модерн, беле эпох. То есть это время, когда все переосмысляется, это начало XX века, множество энергии художественной и так далее. И в это же самое время целый ряд философов и мыслителей как бы поворачиваются от марксизма, от революционного вот этого атеистического подхода к христианству. То есть они к нему или приходят, или возвращаются. И у каждого из них совершенно разные истории, но интересно то, что это не какие-то как бы случайным образом отдельные случаи. Это в каком-то смысле дух времени. То есть, например, во Франции в то же самое время тоже вот такие революционные, антиклерикальные и так далее люди, или просто вне церкви существовавшие, они внезапно ее для себя открывают или переоткрывают, такие как Оль Квадель, Шарль Теги. А вот в Российской империи есть целый ряд таких же философов, которые, например, потом создают, пишут сборник вехи, так называемая смена веховцы, их потом называли. И из них, конечно, самое главное двое это Сергей Булгаков и Николай Бердяев. Вот, собственно, мы о них в основном все время и будем говорить. Вот здесь на этой известной картине Булгаков справа еще в мирянской одежде вместе с Павлом Фаренским. Булгаков родился в священнической семье. И вот он был одним из тех самых вот этих Поповичей, которые ушли из и церкви, из своего этого сословия. Он в гимназии, потом в университете стал таким марксистом, революционером. И у него был длинный интеллектуальный путь, в ходе которого он сперва перешел к такому идеализму, то есть к какому-то философскому подходу. А потом он снова стал христианином. И Булгаков издал свою первую книгу марксистскую в том же самом издательстве, в котором Ленин издал свою первую книгу. И они даже были плюс-минус знакомы. И в этом издательстве он встретил свою жену. И она тоже была революционерка. И потом она с этим батюшкой, отцом Сергием прожила всю свою оставшуюся жизнь. Но вначале они были вот такие все революционеры. Булгаков познакомил Бердяева с его женой, которая была тоже революционерка. И как пишет Бердяев, как пишет сам Бердяев, вот следующими словами они пишут, что она была... Так, так, так. Что у нее было революционное прошлое, и это прекрасно, и это очень хорошо. То есть вот она тоже была революционерка, потом она стала католиком. То есть это вот такое поколение, в котором все это очень бурно, активно перемешано. А Бердяев, он не из священнической семьи. Он из аристократической семьи. Он из Киева. Он дворянин. И его в детстве пытались сделать таким солдатом и военным, а при этом он был страшно антимилитаристский, и все это ненавидел, и со всем этим порвал, и тоже стал таким вольным искателем. Вот. И эти люди, они и, собственно, и создали основу интеллектуальную для этой всей традиции. Далее третий момент. Это изменения и разное искание внутри самой церкви. То есть в самой церкви, благодаря Хомякову, с его идеей про соборность, благодаря разным историческим тоже исследованиям и так далее, стало все время усиливаться понимание, что вот этот синодальный формат, в котором церковь – это просто такое религиозное министерство Российской империи, совершенно ненормален и неправилен. стало расти желание, чтобы церковь стала снова независимой, чтобы она стала снова самоуправляемой, а для этого надо собрать собор, а соборов не собирали 200 лет. И после Первой революции, и в каком-то смысле благодаря Первой революции, Пятого года, начинается межсоборный процесс. То есть собираются священники, епископы и начинают думать, как же так нам провести собор, чтобы нам решить все наши вопросы. Но царь, император Николай II не разрешал этот собор провести, не понимал, зачем это нужно, не хотел. А потом случилась Вторая революция, февральская, в 1917 году, после которой император отрекается от престола. И тогда, вот очень интересный момент, мы иногда представляем церковь как такую по определению, такую вот прогосударственную, провластную или какую-то монархическую организацию. А когда император отрекся от престола, никто там не то что не был особенно сильно против, а как будто даже никто и не заметил. Просто что отрекся, ну ладно, а теперь мы занимаемся своими делами, теперь нам никто не мешает. И собирается вот этот самый собор, поместный собор русской церкви в Москве, на котором такой Карташов, вот он, последний оберпрокурор, то есть один из последователей вот этого самого победоносства страшного, он официально упраздняет свою собственную должность, говорит, все, тут наши полномочия, все, и заканчивает вот этот всемодальный период. И на соборе после долгих споров решают все-таки избрать патриарха, им становится патриарх Тихон Белавин, у которого спичрайтером и вообще помощником в этот момент служит, работает вот этот самый Сергей Булгаков, о котором мы только что говорили. Сергей Булгаков – это еще тогда никакой не священник, но он уже попозже, после Второй революции, когда уже начинаются гонения на священников, принимает сан, рукополагается. И этот собор, он очень во многом революционный, то есть он благословляет и перевод благослужения на какие надо языки, он благословляет какую-то такую децентрализацию церковную, организацию самих приходов, служение женщин, служение проповедников, и очень многое такое начинает, но он не заканчивается. То есть, с одной стороны, он очень многое предложил, но он даже не только реализовать это еще не смог, он даже закончиться не смог, потому что началась Вторая революция. Началась Октябрьская революция и Гражданская война. И она радикально все меняется, потому что тысячи и тысячи людей вынуждены из Большей Российской империи бежать, миллионы. Так, нам что-то пишут. Что именно он благословил в служении женщин? Да, но на самом деле, это во всяком случае были многие разговоры и обсуждения, то есть, может быть, кто-то хотел чего-то более радикального, но вплоть до, это же была эпоха, когда вплоть до вообще диакониз возрождали, то есть, вот Елизавета Федоровна, мученица, чем она занималась? Она же занималась вот таким вот, фактически этим, орден диакониз создалась этими их белыми апостольниками. Это сейчас мы их воспринимаем как сестры милосердия. А тогда это все было очень радикально, такая революционная тоже история на самом деле. Ну, женщину, участие женщин в их, вроде даже, епархиальных собраниях, ну, как бы, синодах, может быть, это, кстати, Юстина немножко больше знает, кажется, это уточняло. Вот, начинается, когда гражданская война, то все вот эти вот процессы духовные, церковные, интеллектуальные, они очень резко, не то что прекращаются, но все по-другому. То есть, многие еще воспринимали Советский Союз, советскую вот эту идею как продолжение вот этого, как бы, освобождения, какого-то развития, и в том числе и люди, и христиане, и так далее. И тоже неверно думать, что то, что называется русская эмиграция, это то, что сразу после 17-го года все взяли и уехали. Например, да, многие отступили с Белой армией по ходу ее боев, но тоже важно, что очень многие из вот этих деятелей церковных и культурных, они далеко не обязательно как бы белые. То есть, например, мать Мария Скобцова это совершенно удивительный случай. Мать Мария, о которой мы немножечко еще поговорим попозже, это поэтесса на тот момент, знакомая подруга Блока, которая во время гражданской войны становится мэром города Анапа при советской власти. То есть, первая советская женщина-градоначальник. Когда в город Анапа приходит Белая армия, ее начинают судить, ну, как приспешницу-прислужницу Красной армии. Но на суде ее, тот, кто ее судит, так ей впечатлен, что с нею уезжает в эмиграцию, и она становится его женой. Все происходило очень быстро. А, например, такие люди, как Марцинковский, которого мы только что видели, это президент РСХД, он пытается в Советском Союзе продолжать вот эту духовную просветительскую работу. Он ездит с лекциями, он устраивает всякие дебаты с Луначарским. И тоже важно, что самое начало 20-х годов это еще не было такое окончательно тоталитарное время, где все как бы забетонировалось раз и навсегда. Это еще было время разных поисков и так далее. Тот же Шагал оформляет картинами город Витебск. Но все закончилось довольно быстро. И, например, Бердяева с его Духовной академией религиозно-философской Марцинковского и прочих их в 22-м году высылают на так называемом философском пароходе. Бердяев не хочет никуда ехать. Он идет такой встревоженный к Алексею Мечеву, известному московскому священнику, канонизированному теперь. Спрашивает, что же это значит, что же мне делать. Кто там говорит? Поезжайте, вас должен услышать Запад и мир. Вот. И он воспринимает это в свое изгнание, не как изгнание, а как такое послание. Вот. И на этом заканчивается предыстория, начинается, собственно, история. РСХД за рубежом. Я немножко длинно на этом остановился, потому что важно показать какую-то достаточно сложную, мне кажется, идейную и такую напряженную вот эту всю почву, из которой это вырастает. То есть это ни в коем случае не было такая... Иногда это представляют как такую Атлантиду, Святую Русь, которая существовала тысячу лет в таком святом идеальном состоянии, а потом она просто за раз рухнула из-за какого-то внезапно появившегося зла в лице, например, большевиков. И вот те, о ком мы говорим, это такие Атланты на корабле, которые просто... Или там нуменорцы, которые вынесли там из гибнущего мира какие-то семена знаний и так далее. Совсем нет. Это был очень сложный, очень конфликтный мир, в котором было множество несогласных между собой людей, которые, когда они оказались на Западе или на Востоке, кто-то в Китай поехал, оставались, в общем-то, такими же несогласными. Почему у нас на картинке Прага? Хотя мы говорим про парижскую школу, потому что началось все именно там. Чехия, послевоенная, послереволюционная, независимая Чехия. У нее была вот эта славянская ее идея, которая сейчас, может быть, в Чехии совсем не так заметна. Сейчас-то другая как раз культура. Но в тот момент это был вот этот вот момент освобождения от немецкого владычества и очень подчеркнутое славянство, спонславизм. И когда появилось много беженцев из России, именно в Чехии сразу организовали множество разных программ помощи. Причем не только русских, были там украинские, белорусские и разные прочие другие инициативы, но вот была такая большая русская помощь, русская акция помощи, по которой в Прагу приехало много профессоров, стали создаваться кафедры, стали создаваться университеты, курсы. И в Праге как раз собрались вот многие из тех, кого мы видели до этого, и Марцинковский, и Булгаков, и Бердяев. А по всей Европе были воссозданы вот эти вот студенческие кружки, студенческие библейские кружки. Они были созданы в самых разных городах, и одновременно с ними стали появляться кружки такой православной ориентации, как бы более заинтересованной не только в Библии как таковой, но и как бы вот в целом в церковной традиции. Это связано во многом с тем, что это были люди, пережившие, в общем-то, гражданскую войну и эмиграцию. У них был очень большой какой-то внутренний запрос, которого не доставало просто читать Библию для них. Им было важно как-то связать себя с историей, понять как бы свое место в этой всей истории. И в 23-м году, в октябре 23-го года решили устроить такую конференцию, где бы эти все библейские студенческие кружки смогли встретиться и собраться, и обсудить какие-то планы на будущее. Ее устроили в таком замке Пшеров, вот его видно на фотографии, под Прагой. В этом Пшерове тогда был штаб-квартира вот этого самого YMCA местного. И туда приехало где-то около 40 человек со всей Европы. Четырех разных категорий. Там были православные всякие священники и епископы, там были вот эти самые спонсоры. Так, 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 так. Да, спрашивают, группы по разным городам создавались согласованно или нет. Ну вот в том-то и дело. Есть вот эта вот YMCA, то есть большая международная организация, которая как-то это все курирует, спонсирует, помогает. Так, ой, я, кажется, подвис мое видео. Видео у меня есть или нету сейчас? Да, подвисло. Уже хорошо. Да? Ну хорошо. Если что, говорите. Снова подвисло. Мы можем, знаете что, мы можем подключиться параллельно на телефон. То есть у меня останется презентация здесь, а на телефоне будет еще видео. Я сейчас его открою. Так, я тогда просто главное увидел самого, отключу, само видео. Вот, да, то есть были именно такие, которые создавались... Ну, в принципе, пока что я отключаю видео, пока презентация на время. То есть были те, которые создавались под эгидой вот этих организаций, а были те, которые сложились сами с собой. Например, в Сербии сложился такой кружок, вот такой православный кружок. И они в Шерве решили это все дело обсудить, что же им вместе делать. И именно потому, что там были разные люди с разными, как бы, ориентациями, возник конфликт. Потому что, например, Сергий Булгаков, который уже тогда был священником, предложил устроить литургию. Вот это снова я. И я включаю видео. меня, наверное, должно быть сейчас видно. Некоторые другие сказали, нет, литургию не надо, это будет смущением каким-то для тех, кто, например, неправославные из наших участников. Вот. Но в конечном итоге они договорились до такого компромисса, что эта литургия будет рано утром. Вот. И когда они туда все приехали, вот, сохранилась, кстати, удивительным образом фотография того, как они... Пропадает звук, Андрей, не слышно. Ничего не слышно сейчас. Андрей? Да-да-да. Слышно меня теперь? Алло? Да. Слышно. Ты можешь действительно отключить сейчас видео, потому что оно, если ты включишь картинки, чтобы не перегружать. А презентацию включи, а потом, когда презентация закончится, сможешь включить видео. Хорошо. И сейчас отдаёт микрофон с телефонной компьютером и что выключить. Все, я в одном месте выключил звук. Так, видно картинку, видно, слышно меня. Все в порядке, да? Картинку не видно. Видно твою фотографию. Нужно снова... Так, я делюсь вот снова картинкой. Теперь видно ее, да? Да. Хорошо. Это меня. Вот, я немножко буду быстрее рассказывать теперь. В общем, в этом шеребе, в этом вот замке собрались люди и так удивительно получилось, что на эту самую утреннюю, раннюю литургию пришли все практически. Это не было как бы запланировано, что ли. Вот, но когда они увидели, как Булгак, как бы вчерашний марксист, все про него знали, как про такого вот еще недавнего революционера, как он служит вот не в храме большом, таком вот синодальном, государственном, а вот в этой небольшой церковь службу, все были просто по-настоящему этим как-то поражены. Это было такое вдохновение какое-то необычное. так, сейчас. Сейчас нормально, да? Ну, видно весь твой экран. Ну, вот я не понимаю, почему. Это хорошо. Вот, теперь хорошо. Вот, это групповое фото, групповое фото из Чарова. Ладно, ничего страшного. На моем экране ничего такого страшного нет. Вот. И вот эти вот удивленные, вдохновленные студенты пошли после этой литургии на доклад. И там Булгаков, который эту литургию служил, сказал, что у нас начинается новая евхаристическая эпоха, что это значит, это вот в его теологии, в его картине мира имеет какое-то свое особое значение. У нас начинается новая эпоха. Мы должны как бы открыться западному миру. Мы должны как бы посвятить то, что мы все делаем в церкви, в русской церкви, каким-то образом России. А Бердяев потом в своем докладе как бы вот этот интерконфессиональный метод, когда мы просто читаем Библию и не углубляемся в какую-то традицию. Он его тоже расхитиковал и сказал, что надо, чтобы каждый как бы свою церковную историю, свою церковную традицию уходил. И после этого РСХД оно стало таким православным, то есть православным движением. От него отделились отдельные люди, которым вот этот поход был не близок, в том числе этот Марцинковский, у него тоже была своя при этом отдельная интересная жизнь. Он поехал на Святую Землю и там крестил евреев и арабов потом очень много. Но РСХД стало именно вот таким православным. Так, я немного долго про его предысторию, но Шеров стал для них, для этого поколения, для этого движения поворотной такой отправной точкой и каким-то эмоциональным таким взрывом, таким коллективным обращением они все про него вспоминали в таких словах, как там, например, Пятидесятница, Преображение, Кана Галилейская, пели, как они, помнят, как они пели в Аксибрия Христос воскрес. То есть это было что-то такое пасхальное, харизматическое, и вот Пятидесятница это стало главное слово, которое стали использовать, то есть Пшеровская Пятидесятница. И теперь я буквально кратко расскажу о том, что же из этого всего дальше выросло. То есть в 25-м году уже постепенно стали все из Праги переезжать в Париж, центр перенесся в Париж, и в 25-м году основали Свято-Сергиевский Богословский Институт Париж на такой Сергиевской горке. Это вот его рисунок, его картинка. Собственно, во многом именно с этим институтом и связано такое понятие как Парижская школа. То есть это он и есть Парижская школа, но мне вот важно было показать, что это не просто институт, не просто учреждение учебное, это была такая форма, попытка как-то воплотить вот эту всю эмоцию, вот это все вдохновение создания нового мира, который они получили в Шерли. И институт существует до сих пор. Вот, например, наша Юстина в понедельник там защищает, хотя это сейчас во многом другое место, но оно до сих пор связано с РСХД, и теперь это франкоязычное. Вот, президентом, председателем РСХД стал Василий Зиньковский. Для наших украинских гостей будет, наверное, интересно, что он в годы УНР, Украинской Народной Республики, был в ней министром религиозных дел. У РСХД с 20-х годов выходит «Вестник РСХД», вот этот самый журнал, про который Константин Борисович сказал, что он в нем сотрудничает, и сейчас это один из самых давних старых журналов в принципе на русском языке. Он до сих пор продолжает запускаться. РСХД как бы стало не французским только, а таким на тот момент, да, и, конечно, в Светсергиевском есть и на русском языке тоже, но сам, во Франции, он в основном франкоязычный. Да, но есть люди, которые по-русски там учатся. Вот, оно стало движением таким всеобщим, всеевропейским, связанным в первую очередь с этой русской эмиграцией, но особенную роль играло, например, в Прибалтике оно, потому что там сложилась такая ситуация, что там с одной стороны вот эти русскоязычные люди были и эмигранты, и те, которые были там на месте, и там оно интересно форму приняло, потому что там оно было не столько студенческое, сколько крестьянское. То есть там была такая простая сельская молодежь, у которой оно тоже приобрело огромную популярность. Там развивалось в 20-30-е годы в Латвии и в Эстонии. Вот, но что касается вот этой его русскости, она почти что сразу стала ставиться под вопрос, потому что в него стали входить самые разные люди. То есть, например, такой Кульман, протестантский деятель, который был в Пшерове, он стал православным после того, что он Пшерове увидел, пережил, ему это все понравилось, стал православным. И они с самого начала стали вступать в контакты с западными христианами, развивать какие-то экуменические проекты, что ли. Но с католиками это было в 20-е годы сложно, потому что даже официально, на официальном уровне Папа Римский запретил католикам на равных контактировать и какие-то богословские дискуссии вести с другими христианами. То есть, что называется, католикам можно только обращать всех остальных к католичеству. Была тогда такая политика, и поэтому вот эти православные богословы, православные активные всякие верующие, они в тот момент очень активно стали дружить, общаться с англиканами и протестантами и создали, например, такое содружество Албания и Сергия в Англии. Стали присоединяться интересные западные разные деятели, такие как, например, вот этот на фотографии Лев Желле. Это бенедиктинский монах, который увлекся востоком, восточной традицией. Он был помощником, был учеником у митрополита Шептицкого в Украине, но потом он решил, что ему ближе православие. Шептицкий его в принципе благословил на это, и он стал в РСХД таким вот французским священником, который стал первым служить литургию на французском языке. Элизавет Берсежель тоже это протестантская деятельница франкоязычная. В те же годы стал развиваться западный обряд, западная традиция, то есть, например, западная литургия на французском и это отдельно немножечко тема, но вот у нас связано, например, с деятельностью братьев Ковалевских. Сейчас нам пишут. Да, и теперь про кризис 30-х годов. В 30-е годы все вошло в кризис, все снова поссорились. Я здесь вынес картинку, это икона Святой 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 Софии, потому что у Сергия Булгакова известна была вот эта его теория богословская про Софию Премудрость Божью, Софиологию. В 30-е годы, как известно, разделилась, окончательно разделилась вот эта русская церковь в Европе на три ветви, связанная с Москвой, связанная с Константинополем и такая вот независимая русская православная церковь за рубежом. Между ними были очень серьезные конфликты, не только церковные, но, конечно, и политические. То есть все было связано с тем, что не хотели подчиняться в той церкви, которая находится в Советском Союзе, под Сталиным, под его контролем. То есть это даже не синодальный период, это что-то хуже. Митрополит Антоний Сурожский вспоминал, как его другой священник говорил, что вы служите сатане, и это были, в принципе, все очень для этого времени больные вопросы, которые сейчас как-то по-новому интересно становятся в контексте, например, вот разделения конфликта церковного в Украине и так далее. То есть это все были вещи, которые в то время эта эмиграция проходила, но у РСХД был такой принцип, что оно не принадлежит какой-то конкретной иерархии, оно не подчиняется какой-то конкретной епархии и так далее, но это в 30-е годы стало очень сложно, начались очень серьезные конфликты, например, по поводу Сергея Булгакова и его социологии, это был такой фон, как бы предлог, чтобы поспорить о вот этой церковной политике, и эти конфликты были достаточно неабстрактными, то есть, например, во время одного диспута по поводу социологии в конце такой редактор журнала вышеславцев и Максим Ковалевский, музыкант, чудесные, интеллигентные люди подрались до крови, их пришлось разнимать вообще всем. Это происходило прямо в Доме Расходы, то есть, это была все очень напряженная эпоха, было, например, такое скаутское, как бы пионерское движение витязей, которое возглавлял такой Николай Федоров, который хотел, чтобы эти витязи стали настоящими воинами, пошли освобождать Россию от большевиков, то есть, он их готовил к такому вот продолжению дела Белой армии. Бердяев сказал, что это все фашизм, это в 30-е годы были, это все милитаризм, это все совершенно недопустимо и начались в общем страшные тоже конфликты, например, Блум, вот он на фотографии будущей владыки Антонии Сурожской, он в этот момент ушел из этого движения витязей и оно от РСХД отделилось и существует сейчас само по себе впрочем, безо всякого фашизма, но для того времени это было все на фоне событий в Германии и так далее. Мать Мария в то же самое время, которая уже стала монахиней, мы о ней более подробно еще поговорим, она решила, что РСХД слишком консервативное явление, она создала свой проект, такое православное дело, где стала заниматься разной социальной работой. Вот. И это, то есть все эти 30-е годы были временем очень напряженных споров, очень серьезных конфликтов, в первую очередь политических, политически, церковных, идейных, это была та атмосфера, в которой вся эта мысль развивалась, то есть времени какого-то такого спокойного созерцания было отпущено этим людям очень мало и оно очень быстро закончилось. Потом начинается война, это Иван Логовский на фотографии, его в Эстонии, когда туда приходит советская власть, арестовывают, начинается дело РСХД, так называемое, когда его и его двух помощников обвиняют в том, что они занимались антисоветской работой, он говорит, мы никаким антигосударственным ничем не занимались, но поскольку наша деятельность была христианской, она была, конечно, и антисоветской тоже, и их за это казнили, это теперь святой тоже канонизист Иван Логовский. Во время войны один из очень таких спорных конфликтных эпизодов была Псковская миссия, это возрождение приходов на оккупированных нацистами территориях северо-западной России, и в этом активно участвовали в том числе и священники из вот этого прибалтийского РСХД, и вот, например, Кирилл Зайц на фотографии. После войны он попал в сталинские лагеря и был там убит. В Париже во время оккупации мать Мария спасает военнопленных, евреев, ее вместе с ее помощниками за это арестовывают и казнят, кто-то участвует в сопротивлении вот как Сурожский, будущий Владыка Антоний, Лосовский и так далее. Так, это было про войну. На самом деле я немножко надо сейчас буквально вот я пять минут скажу про послевоенный период, потому что мне было самое главное рассказать не о всей этой истории на протяжении 20 века, об этом мы поговорим, а вот в первую очередь о вот этих корнях. все остальные детали мы, я думаю, обсудим дальше подробно. После войны что происходит? Самое главное, после войны становится понятно, что советская власть после того, как начинается холодная война, усиливается Сталин, оказывается, что это все надолго, то есть, что не распалась советская власть так быстро и сама собой, как это хотели, многие на это рассчитывали, многие 20-30-е годы ждали, что она не может существовать сама по себе долго и становится понятно, что нужно как-то переосмыслять вообще, что мы здесь все делаем для РСХД. Кто-то выбирает вернуться в Советский Союз, вернуться в Россию, например, вот такая сестра Иоанна Рейтлингер, которая возродила иконографию, вот Кина пишет про икону, это вот просто ее икона и сестра Иоанна, она возвращается в Советский Союз и о ней мы будем тоже отдельно говорить в нашем курсе. Кто-то едет в другие страны и начинает развивать вот эту православную церковь, местную, локальную, европейскую или американскую, как, например, Владыка Антоний Сурожский, он приезжает в Англию и там создает Сурожскую епархию, а Отец Александр Шмеман едет в Америку и там он создает, ну как, не он один, но с его участием создается Православная Церковь в Америке. А во Франции в то же самое время развиваются какие-то местные попытки объединить разных православных, православие на французском языке развивать, но одновременно с этим вот эта связь с Россией, с Советским Союзом не теряется, а даже наоборот возобновляется в новом виде, в новом качестве, устанавливаются контакты уже после войны с верующими в Советском Союзе и начинают им туда присылать книги, начинают от них оттуда получать посылки, получать письма и постепенно РСХД становится таким мостом, который соединяет эти два мира. Люди из движения открывают, что в России и в Советском Союзе и так далее, в Украине никуда не делась вера, никуда не делась действия Божья, церковь, что оно существует в каком-то очень необычном виде, и, например, журнал Вестник РСХД становится, в общем-то, журналом, где печатаются тексты, написанные в Советском Союзе, а издательство Инкопресс, вот на фотографии его здания, оно издает Солженицына. Архитолог ГУЛАГ впервые выходит в этом издательстве, и именно за вот это, то, что он напечатал свою книгу на Западе его и высылают из Советского Союза, и он какое-то время сотрудничает с Никитой Стругой во Франции. Вот это Синдесмос, это значок, это символ одной из инициатив по объединению разных православных по всему миру, то есть вот этот вот такой вселенский порыв, который изначально был в Шерове и в РСХД, он сохраняется в эти годы, есть эта инициатива создания такого всеправославного движения, и его тоже по-многому создают участники РСХД, а что касается Советского Союза, то в нем, например, с отцом Александром Менем общаются и дружат те, кто вернулись в Советский Союз, вот Казимирчак Полонская Елена или сестра Иоанна Рейтлингер, и на протяжении вот 70-х, 80-х годов они этот вот опыт, полученный в межвоенные годы во Франции, передают ему, передают его общине и с общиной отца Георгия Кочеткова тоже устанавливаются связи, и об этом мы поговорим тоже еще попозже, но самое главное, что в конечном итоге вот в 90-е уже годы это просто фотография, финальная фотография, это похороны отца Бориса Бобринского, вот моя фотография, я буквально этим летом на них был, то есть это один из старейших представителей вот этого раннего поколения РСХД, умерший этим летом, но 20-х годов рождения. Вот просто на фотографии видно сотни людей, которые, несмотря на коронавирус, несмотря на все эти ограничения, приехали с ним проститься, то есть это сейчас тоже живая продолжающаяся традиция, я сейчас буквально немножко так скомкана по времени получилось, плюс технического проблемы, но я хочу сейчас что самое главное сказать, то есть есть вот эта вся история того, как во время церковного возрождения в 90-е годы люди из западной православной церкви, из русской эмиграции помогали, приезжали, привозили книги, Никита Строва это делал, устанавливали связи с университетами, такими, как Свято-Тихоновский, с разными общинами, движениями, есть издательства Духа-Литера, есть Преображенское Братство, есть Меневский Круг, все это в Украине, в России, в Беларуси развивается как-то во многом в связи с тем, что происходило на Западе и в РСХД. Но мне кажется, главное, что сейчас мы переживаем какой-то новый период этих вопросов, примерно такой же, как переживало их РСХД в 30-е годы, когда у нас в общем-то кризис, кризис и церковный, и религиозный в принципе, то есть в Западной Европе есть большой кризис этой архитископии западноевропейской, какое-то разделение, раскол юрисдикционный, в наших, скажем так, постсоветских странах тоже политические вопросы, политические конфликты не могут пройти мимо церкви. Это касается теперь и Белоруссии, это касается и конфликта российско-украинского, и церкви в Украине. Это все вопросы не просто церковно-ритуальные, это вопросы еще и политические, еще и какие-то в целом, в широком смысле общественные. Вот. И примерно в этом контексте я бы и хотел этот наш курс построить, то есть поговорить об этих деятелях не просто как о богословах в таком замкнутом смысле, а вот как тех, кто проживал свою церковную христианскую жизнь не просто внутри церкви, а вот в обществе и в политическом мире тоже. Сейчас я на самом деле прекращаю, у нас остается где-то 20 минут, если я все правильно понимаю, на общение. Так. Я выключаю выключаю трансляцию, не трансляцию, а и вернусь сюда. Видно меня, да? не видно мне, по крайней мере. Да не видно. А видно было, прости. Я включил видео вот этого второго меня, который второй я. Так. вот, немножко, немножко получилось, наверное, чуть-чуть скомканно, но... Большое спасибо, Андрей, очень интересно, возникает такая панорама и складываются пазлы в голове, хотя вопросы тоже возникают и действительно много всего. Ну, собственно, это введение и мы вот этим, собственно, и будем заниматься попытками решить эти вопросы. Ну, может быть, может быть, вот я попросил бы сказать пару слов. А, Константин Сеглов спрашивает, какие белорусы были в РСХД, кроме Шагала. Шагала не был в РСХД. Вроде бы, была какая-то информация, что он как будто бы ходил к Бердяеву на его вот эти философские встречи, но вроде она не подтвердилась, кажется, не ходила. С белорусами такой интересный момент, что вообще в Беларуси православная церковь, если честно, очень недавнее явление. Ну, так, я сейчас иронизирую, потому что в начале 19 века не было никакой православной церкви, была католическая, греко-католическая, потом греко-католическую силу уничтожили и стала православная церковь вот такая чисто синодальная, но к моменту революции у нее было, ну, пара поколений всего. Вот, поэтому тех же самых вопросов, глубоких, православных, у нас, может, так сильно не появилось. Ну, я сейчас иронизирую, конечно, есть и православная церковь в Беларуси, все это особое явление, но с РСХД она немножко меньше связана, хотя, как бы, есть отдельный, конечно, случай, ну, в конце концов, вообще-то Лоский, он из Двинска, Николай Ануфьевич, а Двинск, это Далгов Пилс, это такая, теперь Южная Латвия, когда-то Северная, почти Беларусь, он учился в Витебске тоже, но он, как бы, с Беларусью связан очень-очень мало. Вот. Елена Казимирчак-Полонская была в Беларусь в 30-е годы, биограф Булгакова. Проявлял ли Зиньковский как-то свою украинскую? Я думаю, для него это тоже было таким вот все водоворотом событий, в которые он попал, и в конечном итоге, вот именно находясь во Франции, он скорее был, ну, таким вот русским философом, то есть он написал историю русской философии, причем именно как русской. Вот. Но я не сильно занимался специально Зиньковским, поэтому про него мало что могу сказать, ну, прямо сейчас. Но вообще, вот если, как бы, сразу мне задаются такие вопросы национальные, я бы так сказал, что кроме вот этого церковного и религиозного момента, мне кажется, что вот именно в принципе русскую эмиграцию в целом почти в чем-то, и именно РСХД можно вообще считать вот одним из таких главных проявлений вот этого русского национального как бы сознания. В каком смысле? То есть, ну, Россия 19 века, да, день вышиванки, конечно, вышиванки, они очень много где носили. Такие всякие косоворотки, особенно вот эти вот, которые были в Блатве и Эстонии. И сейчас есть вышиванки, конечно, у Кирилла кажется, это прекрасно. Вот. Провод национальный вопрос, что Россия 19 века, это же ведь империя, как и любая империя, как австрийская, как британская, в ней нет национального измерения. Это имперское измерение, в котором есть много разных народов, и когда в нем вот эти вот все эти национальные идентичности, там, литовская, польская, белорусская развивались, то с Россией и самим, как бы, великороссов, все было немножко иначе. но в конечном итоге оно ведь тоже сложилось, и во многом оно сложилось уже позже, уже после революции, уже в эмиграции. Вот. И, но сейчас, сейчас вот очень интересно тоже это, то, что, вот сейчас спрашивают, кто сейчас РСХД? Да, вот Константин Борисович говорит, что Зиньковский написал о Гоголе, то есть вот это украинское проявление есть. Кто сейчас РСХД? Я же занимался антропологией, то есть я не историей занимался, хотя я про нее тоже вынужден был, ну не вынужден, про нее тоже написал отчасти. Но сейчас именно это вот измерение, оно очень интересное, что сейчас разные деятели РСХД, я думаю, мы об этом подробнее поговорим через неделю с Кириллом, да, вот про, будет ли про современное, мы поговорим на следующей неделе с Кириллом Савагубом, который сейчас тоже с нами, может быть, он сейчас скажет пару слов, который сейчас председатель РСХД, и который сейчас отлично говорит по-русски, но себя вполне себя конкретно называет французом, это очень интересно тоже, я думаю, много к нему будет вопросов. Вот, я бы, может быть, действительно пару слов попросил сказать, вот, например, Юстину, если она не против, потому что мы иногда, мне кажется, все это воспринимаем как какое-то такое вот прошлое, или как каких-то таких вот, что-то от нас очень сильно отдаленное или в прошлом, или географически, то есть это или какая-то другая, вообще другая какая-то жизнь, но ведь на самом деле все довольно близко, и вот, например, Юстина, она никакой там, никакой у нас русскую эмиграцию из себя не представляет, она совершенно современная француженка, да, вот, но она тоже из парижской школы, она зачем-то в это все вошла, уже совершенно находясь во Франции и в Париже и в Северсерском институте, у нее свой очень взгляд, где-то очень критический, где-то совершенно заслуженно, может быть, вот, потом Юся в нашем курсе в принципе не участвует, но, но вот, может быть, просто Ну что именно ты хочешь? Да, вот просто смотри, вот возникают все эти вопросы, а кто все эти люди? А это русские, а это французы, а они православные, то есть это такие вопросы идентичны, но вот если есть, то есть можно же сказать, что вообще нету никакой парижской школы, есть просто отдельные люди, тоже, тоже. Ты знаешь, я бы сказала так, сегодня, в 2021 году, кто этого для тебя? Что ты делала в эти годы в Свето-Сергиевском институте? Я немножко непарламентарно скажу, для меня как бы есть те, кому без разницы, есть те, кому не пофиг. Вот, вот это все, это и тогда, и сегодня, то, что там осталось, есть не так заметно, это те, кому не безразлично. Вот и все. Дальше уже могут быть какие-то этнические идентичности различаться, потому что в Париже как бы уже не всегда знаешь, не помнишь каждый раз, к кому, на каком языке нужно обращаться. Я знаю русский и французский, но если бы я еще украинский или белорусский знала, тут бы вообще такая пыльница началась, потому что я уже не помню, с кем на приходе нужно говорить так или так, с кем-то можно и так и так, и как-то оно все само выстраивается естественным образом. Но поскольку я не считаю себя не француженкой, потому что я родилась все-таки не во Франции, к белой эмиграции не отношусь, да и вообще не русская и не славянских кровей вообще, поэтому для меня это немножечко тоже другая планета, хотя и русский мой родной язык. Так что как бы дружу со всеми, всех немножко понимаю, на всех немножко злюсь, но тот фактор, который объединяет нас, мне кажется, и то, что тогда их объединяло, это именно то, что им было небезразлично. Они тогда понимали, я даже не знаю, понимали ли они то же, что они делают. У них не было времени, как ты говорил, как-то спокойно сидеть и созерцать, и у нас здесь тоже нет времени сидеть и созерцать, нужно просто выживать, что-то делать и для себя, и для церкви, и как-то это все, такой круговорот постоянный, без передышек, и сейчас некоторые люди у нас начинают, там, из института некоторые, первые, второкурсники, третьекурсники, а что потом, а зачем, а куда, а что дальше, ой, кризис, ой, там, такой-то закон в Российской Федерации выйдет о просвещении, что нам делать. ребята, что делали здесь, в Париже, когда он был занят немцами, люди продолжали как-то выживать, кто-то участвовал в сопротивлении, а кто-то продолжал подпольно читать богословские лекции, то есть, да, это вам, конечно, не под лопухом, изъехазмой, заниматься и достигать просветления, но, видимо, да, Париж, он такой, выявляет небезразличных людей и заставляет все кипеть. Просто, если ты хочешь каких-то подробностей, ты мне заводи, наводящие вопросы задавай. На самом деле, у нас же мало времени, но мне кажется, вот все самое главное, ты сказала, то есть, да, вот Юся Юстина такой небезразличный человек и небезразличный богослов. И мне кажется, вот, еще у нее небезразличный код. И поскольку это, поскольку это есть, поскольку можно говорить, что вот эта парижская школа, у которой вот эта небезразличность, вот ты это назвала как главную черту, и я согласен. Вот поскольку это есть, поскольку она существует. И вот мы в этом курсе попытаемся каким-то самым небезразличным из ее представителей обратиться. Посмотрим, что же они нам скажут. Вот, а может быть, я бы тогда сейчас как бы какой-то, как анонс нас на следующую неделю попросил пару слов сказать Кириллу. Сологуба. Ровно здесь. Спасибо, Юстина. отдельно большое. Да, Андрей, о чем, о чем именно? Вот, кстати, а может быть, вы скажете конкретную вещь, потому что я не знаю. Смотрите, Кирилл, у нас в чате спрашивают, был ли Янер связан со Святосердьевским институтом и со всей вашей компанией, пока учился в Парижском университете. Христос Янер. Конечно. Ну вот. То есть он дружил сильно с Оливьей Клеманом. И как всем известно, Оливьей Клеман, он стал православным благодаря этой парижской школе. Значит, в общем, он, во-первых, познакомился с православием, читая Достоевского, потом Бердяева, Оливьей Клеман. Я про Оливьей. Вот. И Оливьей Клеман в 70-х годах продолжил с, можно сказать, с Павлом Николаевичем Евдокимовым эту парижскую школу и дал ей какой-то новый импульс. И уже на французском языке, кстати, потому что они оба писали на французском, Оливье это понятно, но сам Павел Николаевич Евдокимов свои разные книги написал, главные на французском, они уже привлекали разных интеллигентов не только во Франции, но и из разных православных стран, включая Янараса. Вот. Значит, они действительно общались очень тесно. Очень тесно. спасибо. так за развернутый сразу даже ответ. Вот. Но я бы, может, тогда сразу сделал вот здесь уже сразу наш анонс на следующую неделю. Вот Кирилла, Кирилла, мы с ним теперь знакомимся. Кирилл Савагуб, он у нас профессор физики и председатель СХД теперьешний. и на следующей неделе мы, получается, немножко послушаем просто, что нам Кирилл расскажет, а потом тоже в какой-то более свободной форме пообщаемся. А сейчас, я так вижу, у нас вот уже полдевятого и... Андрей, я думаю, ничего, мы можем еще задержаться. Ну, если так отлично. Отлично. Я тут подпольно переписывала с отцом Георгием Коваленко, который к нам присоединился, прислушав все на Ютьюбе, у него есть комментарий. по поводу киевского продолжения. Пожалуйста, отец Георгием. Ну, это несколько комментариев, да, то есть, меня с кухни выйти, я тут себя ощущаю, так сказать, практически студентом. Действительно, ну, мы вот реально ощущаем сегодня продолжение истории Парижской школы в том же Киеве, при том, что она частично начиналась в Киеве. тот же Бердяев, тот же перемена ума Булгакова произошла, когда он был профессором в политехе, да, и вообще очень многие, вот, дух свободы, он не чужд Киеву, да, и где-то вот в том, когда-то имперском контексте, вот эта вот закваска этой любви к свободе, свободомыслию, и тот же Булгаков Бердяев, верующий вольнодумец, я тут запустил недавно проект с таким же самым названием, то есть не приписывая цитату, да, просто спасибо за лекцию, спасибо за тот, спасибо за те нюансы, которые удалось услышать, спасибо за связи, которых иногда не хватало, да, вот, в понимании и знании этого контекста, но и повторюсь, да, мы в Киеве пытаемся продолжать эту историю, потому что когда-то в 80-х мы получали вот те книжки «Помощь верующим в СССР», и именно эти книги и знакомили нас с православием, не синодальное как бы богословие, не богословие московского патриархата времен Советского Союза, а именно парижская школа по-многому повлияла на многих людей в Киеве. Спасибо, отец Георгий, но вот я просто могу только сказать, что мы познакомились тоже в не в Киеве, а под Киевом, в деревне в Лишнем Летнем Институте, который в каком-то смысле вот такой в принципе достаточно сознательное продолжение этого обшерова вот такого летнего лагеря. Да, я так летел немножко, я даже забыл сказать самое главное. Сейчас РСХД в первую очередь ассоциируется с детскими, с подростковыми, с летними лагерями, где вот дети, студенты приезжают, вместе живут во Франции в горах две недели. То есть это его одна из главных сейчас форум работы. некоторые даже как бы приезжают в лагерь и не знают, что есть что-то кроме этого. Но вот именно в таком же виде, в каком-то таком же духе летний богословский институт, где с одной стороны это просто жизнь в деревне на природе, там с церковью и озером, а с другой стороны с четырьмя там, тремя-четырьмя большими лекциями каждый день, это продолжение, это продолжение вот этого, вот этих съездов, которые можно увидеть на ютубе есть например видео, которое залил когда-то Антон Рожаковский, где они просто вот где-то там во Франции на лужайке там все эти философы и богословы расставили скамейки и слушают доклады и из-за разных причин в лишнее мы не собирались уже получается три года, сперва была просто встреча в Киеве, а прошлым летом, поскольку началась пандемия и вот эта вот международная такая встреча стала невозможной, устроили это, вот Лида Богдан с тех пор это дело администрирует, поэтому у нас здесь продолжение не только летнего института, но и вот этой всей традиции как минимум с 20-х годов тянущейся, я не считаю как бы натяжкой сказать, что это все одна история, ну и я надеюсь, что это все будет как-то продуктивно, в смысле наш курс, а так в целом ЭТОС я уже вижу, что он уже создал такое онлайн-комьюнити, которое уже что-то очень интересно себя представляет, вот, что еще? Так не странно, на нашей финальной встрече пасхального триместра Тарас Дятлок, протестант, для меня это было удивительно, сказал, ну вот, после того, как Александр Филоненко задал вообще вопрос со движениями в церкви сегодня, в церквях, сказал, ну вот, это со движениями в церкви, почему нет? Ну, конечно, мы же что-то общаемся, мы же что-то вместе делаем, что-то пытаемся думать, а что, а что, что этого мало, что ли? Константин Сегов хотел сказать. Конкретный ответ о Зиньковском может быть тот, что когда Никита Алексеевич Струва приехал в Киев на Успенские чтения, то он публично митрополиту Владимиру подарил рукопись, страницу Зиньковского о Сковороде из его главы о книге. И 20 лет Успенских чтений с участием отца Бориса Бобринского, Лоских, Струва и многих-многих других, это прямое продолжение того, о чем замечательно сейчас говорил Андрей. Вот, так что и книжки все изданные Успенских чтений, это прямое продолжение того, что делал Вестник РСХД. Кстати, я очень большое спасибо за это уточнение, на самом деле, а видно меня, да? Видно, видно. Да, это на самом деле, это на самом деле Константин Борисович сказал, как бы, он увел еще раньше в прошлое, потому что я немножко так изобразил, как будто был синодальный период такой вот сложный, а потом из него вот как такой цветок раскрылась вся эта русско-религиозная философия и прочее. Но у этого же всего была и предыстория. И в этой предыстории есть и Сковорода, и Хомяков, и Киево-Мигелянская Академия, и это все уходит и в Средневековье, и в Братства, там, Виленские, Львовские и прочее, и вот эти Мирянские движения, которые очень для РСХД были важны 16 века, ну и, а там уже и куда-нибудь совсем в древности. То есть это на самом деле все, ну в конце концов, просто история церкви. Вот Евгений прощает, спасибо, до встречи. Это в конце концов просто все история церкви, которая начинается в Пятидесятницу, которой мы посвятили этот курс, и которая у западных христиан будет ровно в это воскресенье. кто празднует, тем хорошего празднования. Это не какая-то простая история. Мы уже видим, что вот даже по такому очень беглому обзору конкретного движения, конкретной общины, что это очень тяжелые, где-то очень несопоставимые, несовместимые, есть идейные какие-то конфликты и так далее. но это все вот такая наша общая церковная история. Спасибо, Андрей. Я думаю, можно... И в ней играет какую-то интересную роль тоже. Конечно. Мы стараемся и с большим желанием это делаем. Я думаю, есть время еще для вопросов до девяти полу. У меня есть свои вопросы, несколько, но, наверное, я предоставлю слово другим. Два слова в ответ отцу Георгию. Меня слышно? Да. В защиту советского православия, московского патриархийного советского православия. Все-таки они делали то, что могли некоторые люди и в богословских трудах издали Лоскова вот эти все работы, мистическое богословие и другие. Правда, богословские труды были очень мало доступны, но мне, например, посчастливилось, и я тогда прочитал в богословских трудах впервые перевод этих лекций лекций. издавал. В журнале московской патриархии что-то издавалось. Хорошие были статьи, там бывали качественные статьи в богословских трудах. Так что отец Георгий не все там было такое мрачное плохое в советское время со стороны патриархии. Спасибо. Спасибо, Андрей, очень интересно, замечательно. Буду стараться послушать. Кирилл прощается с нами. До свидания, Кирилл, и тогда через неделю увидимся. Спасибо, Кирилл, до встречи. Да, ну, на самом деле, ведь в РСХД в конце концов большая часть всегда была в московской патриархии, и Бердяев был всегда в московской патриархии, и Иваговский, и Суржский митрополит Антоний, для кого-то это было, принципиальная позиция, что они остаются вместе с той церковью, которая там в Советском Союзе страдает, при этом как бы не ассоциируясь с советской властью, со Сталином и так далее. И вот этот изначальный принцип, который на самых первых съездах сформировали, что мы не подчиняемся напрямую какой-то иерархии, то есть мы как бы движение церковное, мы в церкви, мы часть церкви, но мы не часть административной структуры. Он оказался спасительным, когда все разделилось на разные лагеря, и он на самом деле продолжает быть очень важным и сейчас, когда тоже и в православии, и во Франции, и в Европе, и теперь в советском мире тоже неоднородно. Что касается изданий, то Елена Казимирович Акполонская, она читала в Ленинградской Академии, если ничего не пустила, целый курс лекций про Булгакова, то есть она его ученица, и она еще в советское время до свидания Елена, она читала о нем лекции и издала большую книгу его биографии. Вот. А какой у тебя, Лида, был вопрос? Один был как раз на эту тему, какие сейчас у РСХД отношения с иерархией Ель или иерархией Лиами? А, нет, ну так из РСХД это самая иерархия во многом из вот этой всей. Что такое Святосердийский институт? Понятно, но сейчас как это все? Это духовная школа, это то, откуда как бы родом всякие патриархи там, антиохийские и прочее. Это то, откуда родом куча там священников, епископов и так далее. Ну, патриарх Алексей Второй, московский, он в 20-е годы в Эстонии был подростком, был ребенком, участником вот этого вот эстонского РСХД. И потом в 90-е годы он восстановил эти связи, к нему приехал такой Александр Киселев, который его знал с детства и был как бы до смерти единственным человеком, который патриарха называл на ты. То есть это его был такой друг, человек, который после войны восстановил Вестник, РСХД, вот этот самый журнал. То есть с иерархией отношения личные, человеческие, насколько это возможно, иногда это очень трудно, иногда большие конфликты. Я думаю, Кирилл нам тоже может сказать вот именно этот момент, как это обустраивается, как это пытается делать, потому что у нас на постсоветском пространстве это тоже очень больная тема. Какие-то церковные инициативы, все бы были очень рады что-нибудь прекрасное делать, но пока у тебя нету как бы санкций сверху, иногда кажется, что это невозможно. А тем более, если это какие-то вопросы задавать, какие-то проблемы поднимать, тогда уж лучше без вас, говорят нам наши всякие разные высокопроосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, священческие, монашеские чины. Но эта самая история как раз показывает, что это противопоставление между чем-то харизматическим, низовым и иерархическим само по себе под вопрос. Откуда берется эта иера? Она берется из людей, а эти люди тоже с неба не сваливаются, они приходят через какие-то что-то их вдохновляет, что-то откуда-то они такие берутся. То есть, например, вот владыка Антоний Сурожский, такой вот митрополит, один из главных православных иерархов 20 века. Он был просто подросток в этом детском лагере. Туда пришел с лекцией Сергей Булгаков, тот самый, о котором мы много говорили. Страшно его разозлил этой лекцией, потому что кто он такой? Он просто ребенок-беженец. Вот сейчас много на свете беженцев. Вот он такой же был. И ему рассказывают, что надо всех любить, надо всем прощать, там так далее. А он не собирается никого любить, он собирается стать солдатом, взять в руки оружие, вернуться в Советский Союз, убить всех большевиков, восстановить там все, как было. Он берет Евангелие, чтобы его прочитать, проверить, это вообще имеет отношение ко всему бреду или нет. И у него какое-то преображение личное происходит, как то, что он называл встречи со Христом и так далее. То есть он становится христианином вот в детстве, в подростковом возрасте. Но важно же что? Важно, что он не просто там лично изнутри себя там какой-то особый духовный опыт переживает. это в контексте общественном, политическом. Он же не просто где-то там встретил Булгакова, он встретил Булгакова в лагере РСХД. То есть в том месте, которое планировалось как с одной стороны воспитание вот в этой русской патриотической идее, а с другой стороны в христианстве. Для Сурожского чуть позже это стало конфликтом, это стало вопросом. И он выбрал христианство, а не столько патриотическую идею, когда был конфликт с битязями. Булгаков туда тоже не случайно пришел. То есть это все вот этот момент вдохновения, откровения и так далее. Откуда потом появляются такие монахи, епископы? Наташа прощается пока. Он вот связан с этими всеми инициативами. У нас с Богданом есть желание, план или мечта как-то приобщать к этому епископов. Может из твоего курса станет понятно, как это сделать. Ну у нас в нашем летнем институте бывали, они в себе бывали, и отец Вадыка есть наш любимый. Конечно, но вот моменты кризиса это новый вызов, скажем так. конечно. И не говорим. Может быть какой-то именно вопрос, понимаете, мы не все будем говорить, историю все это разбирать. Может какой-то есть вопрос именно исторический по этим ста годам. Потому что я какие-то линии не успел развить и не пытался. вот. Богдан подсказывает, что можно вскоре завершать. Я думаю, что какой угодно вопрос еще можно задать. Или у давай ты еще один и будем выкупляться тогда. Не слишком много. Хорошо, но мой еще один вопрос о том, как сейчас обстоят отношения с другими христианами. Ты говорила о том, что вначале были протестанты, потому что была такая позиция Папа Римского. Насколько открыто это сейчас движение или насколько оно наоборот такое внутри православного? Понятно. Что касается католиков, например, Нестор Мадридский бывает ли в гостях? Ну, Владыка Нестор он был парижский. Он был в Париже. И он, конечно, он жил на приходах, связанных с историей Респаде. Конечно, я его там видел. Мы с ним общались. Да. Но сейчас он в Испании это немножко в стороне. Но он приезжает поздно. Я спрашивал. про католиков. В принципе, вот этот поворот католической церкви в 20 веке к большим контактам, к большей открытости остальному миру, именно на равных, не к попыткам всех обратить, а именно к попыткам больше установить эти контакты. Оно во многом связано именно с парижской школой богословской, православной. В 50-е годы в Париже, в таком центре Истина. Я там жил. Это было в другом месте, но это был он же. Это такой центр, который после этой всей русской миграции создали доминиканцы. Он так и называется Истина. Он по Франкуту тоже так называется. Создали такой центр именно для общения с этими новоприбывшими церковными деятелями. Но они тогда же его создали, и буквально через год пришел этот запрет на экуменические встречи. Но они, несмотря на этот запрет, они все равно общались. И чем дальше, тем больше. И в 50-е годы были прямо целый цикл таких вот протестантско-православно-католических встреч, в которых участвовали с католической стороны такие люди, как Ивкангар, Жан-Даниилу, которые потом поехали на Второй Ватиканский собор, и там во многом определяли его некоторые идеи. И во Втором Ватиканском соборе в его документах цитировали Николая Афанасьева. Это один из главных богословов этой фарижской традиции, который сам был в Шерове, и который вот эту евхаристическую, такую литургическую экклезиологию развивал, которая очень во многом повлияла на какую-то реорганизацию католической церкви после Второго Ватиканского собора. Ну а сейчас очень тоже как бы если говорить про богословие, богословие это все-таки наука, которая не может быть ограничена строго профессиональной. Если говорить конкретно о богословии, то безусловно все между собой общаются, и современное католическое протестантское богословие во многом очень в Леное Булгаковым и позднейшими авторами, а на каком-то уровне бытовом, православные приходы они вообще и так в Западной Европе почти все в католических храмах сейчас. То есть это все в контексте такого какого-то гостеприимства. Иногда, конечно, это иногда в контексте таком немножечко формально вежливо по-экуменическому хочется большего какого-то больше более напрямую чего-то делать. Вот. Если хочешь, я дополню маленький момент насчет католиков. Кстати, именно Ефтина, мне кажется, здесь может много чего сказать. Ну, это такой маленький элемент, скажем так. В Париже это не так заметно, потому что есть масса приходов, во-первых, то есть на любой вкус разные юрисдикции, но в провинции это особенно заметно, когда формируется православная община, как бы с католиками отношения такие. То есть, с одной стороны, Андрей не даст собрать, последняя генеральная ассамблея еще тогдашней архипископии, которая еще не была ни векариатством, ни Дубнинской, а вот именно последняя 7 сентября. То есть, место предоставляли католики. Это был большой католический собор. Там было человек 300, они там за целый день надышали так, что туда уже как в сауну можно было входить. Но при этом в провинции, если община франкоязычная, если у нее нет своего места, где служить, то, скажем так, найти место для служения на французском языке, пойдя на поклон, как правило, сложнее, чем если прийти к местному католическому епископу и сказать здравствуйте, у меня тут славянская, румынская или молдавская община, потому что то есть, те, кто, как бы, говорят сразу, у нас тут наш национальный междусобойчик, им ставят меньше каких-то препятствий, чем тех, которые, как бы, служат по-французски и потенциально могут, даже если не нарочно, переманить паству. Но это все очень без агрессии как бы делается, аккуратненько. Но я сейчас даже, если говорить про общение как бы между традициями, межхристианское, то это вопрос не только про Францию, то есть, вот этот летний институт, о котором мы говорим, который стал продолжением этой традиции тоже и продолжением которого стал сейчас наш курс, наш этот формат, это тоже всегда было не только православное, всегда и католические были лекторы, и патистанские, всякие, все какие угодно, и я понимаю так, что сейчас на нашем курсе тоже есть и католики, да, конечно. Вот. Ну, заходило же до смешного, если ты помнишь, как нам рассказывали, как в институте мы научили коптов, какие мы друг для друга еретики. Примерно что-то слышал, да, саму идею, что ее, например, египетские верующие узнали уже в Париже, узнали уже на лекции. Да, 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 это к разговору о том, что все эти разделения, они, ну, как бы, как конструируются, так и деконструируются, очень, по-моему. Сконструировать легко, деконструировать потом непонятно как. окей, спасибо большое. Вот, я просто для финала скажу, что если кто-то нас слушал и не записан на этот курс, ему стало интересно и хотел бы, то это можно сделать, может быть, сейчас Лида скажет, точнее, как, вот, если кому интересно. интересно. А так, вот, следующей недели и до разговора с Кириллом. Да, действительно, можно записаться на этот курс по ссылке на сайте ethos.org.ua, ethos пишется, в Оргюа, да, вот, Богдан сбросил эту ссылку, и встречаться на последующих шести лекциях, ссылка уже будет закрытая, то есть мы ее во все чаты разнообразные, разным людям посылать не будем. И будем, конечно, вас рады видеть, слышать, разговаривать и вот встречаться в следующий четверг. Спасибо всем. Да, Христос воскрес. Да, истинно. Спасибо. Включаемся? Да, Богдан отключает. Хорошо, счастливо. До встречи.